Приветствую вас, друзья! С вами снова Елена Гурзова. Вы обязательно должны досмотреть сегодняшнее видео до конца, потому что история героя, герой этого видео, она просто невероятная. У него не было ни одной предпосылки для того, чтобы стать успешным и преуспевающим человеком. Ни одной невзрачная внешность, маленький рост, плохая успеваемость и бесконечные двойки в школе, а также насмешки одноклассников, не остановили его. Десятки отказов из вузов, куда он пытался поступить после школы, и еще больше отказов потенциальных работодателей. Вот такая у него история успеха. Его никуда не хотели брать, в него никто не верил, он так и не выучил таблицу умножения и до сих пор считает на калькуляторе. И тем не менее, сейчас этот человек миллиардер из первой десятки богатейших людей Китая. Его имя вам может быть неизвестно, но вот с его детищем знакомы абсолютно все. И герой этого выпуска – основатель холдинга электронной торговли Али Баба. И, конечно же, известного всем нам маркетплейса Алиэкспресс. Преуспевающий Джек Ма. Как же ему удалось запустить настолько масштабный бизнес, не имея для этого, ну, практически никаких данных? Смотрите видео до конца и все узнаете. После того, как президент США Никсон посетил Китай в 1972 году, туда хлынули американские туристы. Китай был экзотикой, и многие хотели увидеть его своими глазами. Несколько лет подряд около центрального отеля в Ханчжоу, где останавливались иностранцы, крутился маленький круглолицый мальчишка. Он со всеми здоровался по-английски и охотно помогал донести туристам чемоданы. Портье и швейцары его не гоняли, потому что он не просил угостей чаевых. У него был совсем другой интерес. Но давайте по порядку. В 1964 году в городе Ханчжоу родился мальчик Ма Юнь. Его родители были преподавателями в музыкальной школе. А в семье, кроме Ма, воспитывалось еще двое детей. Из детства Юнь отличался от сверстников необычайным упорством, что делал его непохожим на других детей его возраста. В 12 лет мальчик твердо решил для себя выучить английский язык. И выбрал для этого весьма необычный способ. Вы только представьте, каждое утро этот мальчишка садился на велосипед и ехал на другой конец города к отелю для иностранцев. На тот момент в Ханчжоу проживало около 7 миллионов человек. Это был огромный город. И дорога только в одну сторону занимала у Ма Юня около 40 минут на велосипеде. Тем не менее, он ездил туда как на работу долгих 8 лет, за которой овладел английским языком почти что в совершенстве. Какое же это правильное решение? Вместо школьной зубрежки, которую так не любят дети, он на практике изучал язык. Нет способа лучше выучить иностранный язык, чем общение с носителем этого языка. И это Джек Ма понял уже в 12 лет. В какой-то момент он предложил туристам бесплатные экскурсии по городу. И во время одной из них кто-то назвал его Джеком. Просто потому, что не запомнил его имя. С тех пор все так его и называли. Джек Ма. В 15 лет Джек познакомился с семьей Морли из Австралии. Они приехали туристами со своими детьми в Китай. За несколько дней он очень сдружился со своими австралийскими сверстниками. И потом еще несколько лет переписывался с новыми друзьями. В 1985 году гости из Австралии пригласили его в свою страну. И тогда-то Джек Ма впервые изменил свой взгляд на мир. Он с восторгом увидел, что Китай не единственная модель процветающей цивилизации. Семья Морли вообще сыграла большую роль в его дальнейшем становлении, в дальнейшей судьбе Джека. Уже когда он учился в институте, отец семейства Кен Морли даже оплачивал ему общежитие. Учеба была бесплатной, а вот за общагу приходилось платить около 10 долларов в месяц. А когда Джек женился, Кен подарил ему и его жене на свадьбу большую сумму денег. Молодая семья потратила их на две смежные квартиры на верхнем этаже нового дома, из которых вышел классный пентхаус. Сейчас, кстати, там находится креативная студия Alibaba Group. Всем бы, конечно, таких друзей и покровителей, правда? В 2004 году Кен Морли умер. В память о нем Джек учредил стипендию для бедных, но одаренных студентов в университете Нью-Касла в Австралии. Стипендия так называется – Ма и Морли. Это очень трогательная история, согласитесь. Совершенно чужие друг друга люди, а такая связь на многие годы. Надо признаться, что учеба вообще всегда тяжело давалась Джеку. Даже в первом классе он сдал экзамены лишь с третьей попытки. Он был худеньким и очень невысоким, и одноклассники постоянно его дразнили. Конфликты часто заканчивались драками, в которых Джек всегда сражался до последнего. Возможно, именно со времен школьных драк его девизом по жизни и стало – никогда не сдаваться. После школы Джек трижды сдавал экзамены в университет в родном городе и поступил только с третьей попытки. Он десять раз посылал документы в Гарвард, и все десять раз ему было отказано. Сам Джек Ма рассказывает эту увлекательную историю, конечно же, уже с юмором, и говорит, что к тому времени он уже привык к отказам и знал, что его все равно не возьмут в Гарвард. Поэтому посылал туда эти документы, чтобы еще раз убедиться в своем тотальном невезении. На самом деле, говорил Мау, после десятого отказа он пообещал себе, что однажды он придет в Гарвард преподавать, и там еще пожалеют о своих отказах. Что вы думаете? Почти так и вышло. Джек Мау уже несколько лет читает лекции в Токийском университете, а также периодически встречается со студентами престижных европейских колледжей, вузов. Например, в 2017 году он выступал перед студентами МГУ в Москве. Так что свое обещание он, можно сказать, выполнил. Но пока он был юн и беден, его нигде не ждали. Уже после окончания учебы в Ханчжоу он стал преподавать в своем же университете, где на протяжении пяти лет получал всего около 10 долларов в месяц. А еще говорят, что у учителей в России низкие зарплаты. Зато именно на работе Джек встретил свою будущую жену. Она тоже была молодым преподавателем и тоже была увлечена английским языком. Завязались отношения, дело пошло к свадьбе, и тут Джек понял, что содержать семью на 10 долларов, ну, просто невозможно. Он начал поиски работы и в очередной раз столкнулся с очередной волной отказов. Конечно, он не опустил руки, вот к чему, а к отказам Ма уже к тому моменту привык. Увидев объявление о наборе полицейских, он пошел на собеседование. Из пяти кандидатов взяли четверых. Всех, кроме Джека. Потом он узнал, что недавно открывшаяся в Ханчжоу сеть KFC ищет сотрудников и предложил свою кандидатуру. Из 24 кандидатов в KFC взяли 23. Угадайте, кто снова остался не при делах? Это можно было бы считать тотальным невезением, если бы не одно но. Как думаете, стал бы Джек Ма тем, кем он стал, если бы его взяли на работу в полицию или в сеть быстрого питания? Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. И еще вопрос, были ли в вашей жизни такие отказы, которые заставляли вас двигаться дальше? И обернувшись назад, вы понимаете, что все это было не зря. Расскажите в комментариях, это очень важно, потому что многие люди прочитают и поймут, что «О, так у меня еще все не так плохо!» Сходив еще на несколько собеседований, Джек Ма понял, что надо создавать что-то свое. Зачем? Чтобы не зависеть от людей, которые оценивают тебя лишь по невзрачному внешнему виду. Кстати, один из плюсов в интернет-профессиях заключается в том, что всем не важно, как вы выглядите, потому что вы практически не видитесь лично с вашим работодателем. Все, что он действительно знал, умел и любил, заключалось лишь в одном – в английском языке. И именно это стало основой его первого бизнеса – бюро переводов Hope Translation. Сейчас это одно из крупнейших и успешных агентств Китая, в котором работают десятки переводчиков, и работают они более чем на 30 языках мира. А тогда, в 1994 году, Джеку удалось привлечь к работе лишь пятерых пенсионеров, бывших преподавателей его же института. Ну и, конечно, он занимался сам этими переводами. За год бюро не принесло практически никакой прибыли. Все, что удавалось заработать, уходило на зарплаты переводчикам, на аренду небольшого офиса. Но именно оно стало первой ступенькой к взлету Джека Ма. А все почему? А потому, что он не опустил руки и не отчаялся после того, как у него что-то там не получилось. В 1995 году, благодаря знанию английского, Джека пригласили в крупную торговую делегацию, которая направлялась в США. И именно там Ма впервые познакомился с интернетом. Джек Ма набрал в поисковике слово «пиво» и увидел на экране десятки результатов, но среди них не было ни одного китайского бренда. Тогда он вбил слово «Китай», но тоже не обнаружил ничего интересного. Джек понял, что его страна, по сути, изолирована от остального мира и решил изменить эту ситуацию. Но как это сделать, если ты ничего не понимаешь ни в программировании, ни в интернете? Для Джека вопрос так не стоял, ведь он уже загорелся идеей. И это, друзья, абсолютно правильный подход. Я сама такая. Если мне пришло что-то в голову, мне нужно сделать это прямо здесь и сейчас. Ни секунды позже. Не важно, что у меня не хватает каких-то знаний. Я все решу. Так начинались все мои проекты. С идеей, которая загорелась в моем сознании и не давала мне покоя, пока я ее не исполнил. Первое, что сделал Джек Ма в интернете, была, конечно же, страница его агентства переводов. Ему помог в этом приятель в Сиэтле, у которого он остановился во время этой своей первой поездки. По сути, это была даже не страничка, а строка в тематическом списке компаний. Просто текст с описанием услуг, приискурантом и номером телефона. Как вспоминал сам Джек в одном из интервью, это был шок. Запись была активирована в 9.40 утра, а уже в 12.30 на контактный e-mail пришло 5 писем. Три из США, одно из Японии и одно из Германии. Так Джек Ма впервые ощутил силу и возможности интернета. Конечно же, он вдохновился идеей сделать цифровой бизнес в Китае. Дома он собрал у себя всех друзей, чтобы показать им интернет. И не важно, что загрузка одной страницы заняла почти 3 часа, но друзья были впечатлены. В общей сложности Джеку удалось занять у них 2 тысячи долларов, что при его скромных доходах было на тот момент огромной суммой. На эти деньги Джек создал в интернете китайские страницы. Так называлось China Pages. Это такой электронный телефонный справочник организации Китая. Затем Ма удалась. Ему удалось не только вернуть долг, но и заработать. Увы, к сожалению, триумф был недолгим, и электронный справочник Джека Ма довольно быстро перешел в руки государственной компании China Telecom. Поговаривали, что произошло это не по воле самого Джека, но сделать с этим он ничего не мог. Вы знаете ли, рычаги управления. Впрочем, государство не бросило Джека Ма на производство судьбы после его прекрасного кейса. Его пригласили работать в Министерство торговли, где он провел следующие несколько лет. В начале 1999 года будущий миллиардер проводил экскурсию по Великой Китайской стене для Джерри Янга. Это создатель одной из первых поисковых систем в Америке. Это поисковая система Yahoo. Эта встреча стала для него знаковой, потому что натолкнула его на идею нового бизнеса. Джек знал, что в Китае много недорогих товаров, аналоги которых в других странах стоят намного больше. А также много продавцов, которые хотели бы выйти на рынки других стран, но они не знают, как это сделать. И Ма осенила. Надо создать международную онлайн-площадку, куда продавцы смогут загрузить свои товары, а покупатели смогут искать нужные им товары по запросу, как в поисковике. И, собственно, это была идея интерактивного торгового портала, который мы все сейчас знаем, как alibaba.com или как aliexpress.ru. Оглядываясь назад, друзья, я понимаю, что все неудачи Джека, все его отказы в работе, они были неспроста. Все это понемногу приближало его к его судьбе, к его предназначению, к невероятно масштабному проекту, в котором он не сомневался ни на секунду. Джек засел за бизнес-план, в котором максимально подробно расписал свою идею и необходимый для ее запуска бюджет. С этим бизнес-планом он полетел в Штаты, прямиком в Кремниевую долину, искать инвестора. Ему казалось, что именно там сосредоточены наиболее технически продвинутые богачи Америки. Да, в общем-то, так оно и было. Кто же в итоге дал Джеку деньги на его проект? Как он воплотил свой проект века, не разбираясь ни в программировании, ни в интернет-технологиях? Об этом я расскажу в следующем выпуске. Пожалуйста, поделитесь в комментариях, что вы думаете о Джеке Ма. Как вам кажется, почему он добился успеха? За счет каких качеств повлияли ли на его взлет отказы, с которыми он столкнулся? Мне очень интересно ваше мнение. С вами была Елена Гурзова, и это была история успеха Джека Ма. Я бы даже сказала предыстория, потому что самое интересное я оставила на следующий выпуск. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. До новых встреч!